Всем привет! Не могу я не вспомнить одну из своих любимых с детства пластинок. История этой пластинки для меня начинается следующим образом. Мой бывший одноклассник по имени Вальдемар, мы с ним прошли восемь лет в одной школе, потом расстались. Он пошел в одну десятилетку, я пошел в другую десятилетку, но жили мы в одном доме. Вальдемар был большим меломаном еще в школе, а когда мы поступили в один и тот же институт, он продолжал заниматься меломанством, я тоже, но в ту пору у Вальдемара было больше пластинок, чем у меня, он был более продвинутым в этом смысле парнем. И однажды мы с ним встретились, Вальдемар мне говорит, Леха, знаешь, родители уехали у меня, и вчера я двух девчонок пригласил к себе, купил вина. Думаю, ну с девчонками сейчас отдохну. И чтобы девчонок очаровать, поставил на проигрыватель фирменный диск. Какой, потом скажу. Поставил этот фирменный диск, стал пить вино с девчонками, и говорит, а девчонки что-то не пьют вино, на меня смотрят. Я говорю, девчонки, давайте, давайте. А они молчат, 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 как-то напрягаются, и потом одна из них говорит, Володя, да выключи ты эту херню. Херня оказалась вот эта. Пластинка Frank Zappa and the Mother of Invention под названием One Size Fit All. Один размер для всех. Вальдемар, конечно, выключил эту херню, поставил что-то другое, какую-то там аббу. Не знаю, я даже не хочу об этом говорить. Но One Size Fit All, я пришел к нему, послушал этот альбом, потом нашел его на Толчке у нас на улице Червоного Казачества у магазина Юный Техник. Был черный рынок под названием Толчок, где по субботам мы все собирались, обменивались пластинками, покупали, продавали. В общем, занимались спекуляцией по советским законам. Нашел, купил себе вот этот альбом и до сих пор его обожаю просто. Frank Zappa, One Size Fit All. Последний альбом, который вышел под брендом Frank Zappa and The Madness of Invention, дальше пластинки выходили просто Frank Zappa без Madness of Invention, хотя музыканты группы The Madness of Invention играли по-прежнему с Frank Zappa. Чем этот альбом хорош для меня? Ну, для меня, во-первых, тем, что он мне очень нравится. А вообще, как мне кажется, это один из мощнейших альбомов Zappa. У него их очень много. Они все очень разные, очень хорошие. Трудно говорить нехороший альбом Zappa, потому что они все настолько самодостаточны, настолько интересны, настолько прогрессивны, настолько присутствует движение в каждом альбоме. В каждом альбоме движение вперед, за альбом. Ты чувствуешь, что следующий альбом будет другим. Там будет что-то новое, там будет что-то из того, что ты никогда в жизни не слышал. Нигде, ни у кого. Только Zappa мог так сделать. Даже Роберт Фрипп в меньшей степени был неожиданен, потому что, когда ты слушаешь King Crimson, ты знаешь, что следующий альбом тоже будет King Crimson. Единственный перескок был после пластинки Red на Discipline через несколько лет, но в промежутке были сольные пластинки Frippa, которые подготовили плавный переход к Discipline. Но Frippa я тоже очень люблю и никоим образом не хочу принести его заслуги. Но Frank Zappa совершенно другой. Он не то, что в каждом альбоме выходит за границы этого альбома, а в каждой песне, в каждой пьесе, в каждом инструментальном куске, в каждом гитарном соло ты не знаешь, что будет дальше. Никогда. Никогда. Ни в одной его пластинке. Здесь же этот альбом называют образцом музыки Fusion. А также, я тут с удивлением недавно прочитал, что в журнале Rolling Stone, с которым я с большим скепсисом отношусь на самом деле, хотя в ранние годы он был прекрасным, в поздние годы, как и все, что касается музыки, это все так туда, входит то ли 50 лучших альбомов прогрессивного рока, то ли сколько-то там, в общем, как прогрессивный рок так называемый рассматривается. Все правильно. Это и прогрессивный рок, это и великолепный образец музыки Fusion, великолепный рок. Но когда начинаешь внимательно эту штуку слушать и спокойно ее воспринимать, хотя это очень сложно, потому что тут бесконечный юмор, юмор даже не в текстах, не в текстах дело, мы слушаем музыку, а юмор в музыке, настолько вот именно в музыке заложен юмор и донесен до слушателя. Это в совершенстве этого владела, виртуозно. И понимаешь, что эта музыка на самом деле симфоническая, сыгранная рок-группой с привлечением джазовых музыкантов, но все здесь от первой до последней ноты может сыграть симфонический оркестр, и это будет современная симфоническая музыка. Причем не тяжелая такая, которую грузит, а абсолютно доступная, радостная на уровне Моцарта. Только современная, только, не побоюсь этого слова, сложнее. Но сложнее не так, чтобы нужно было вникать, разбирать и докапываться, а она доходящая до сознания, до души, до сердца. А построение абсолютно симфоническое. Настолько все, не побоюсь этого слова, сложно, и настолько все закручено, и настолько все по законам симфонической музыки построено, что по-другому и не скажешь. Был большущий опыт уже к 1975 году и написания симфонической музыки, и дирижирования симфоническим оркестром, и пластинка «Лампи Грейв», второй его альбом, это чисто симфоническая музыка, где Заппо не сыграл ни одной ноты, а просто все написал и дирижировал музыкантами. Так что он вполне уже созревший настоящий композитор к 1975 году был. Кстати, на «Лампи Грейве» некоторые музыканты-оркестранты подходили к Заппе и говорили, что вы написали такую сложную партию, что я ее не могу сыграть, это невозможно. После чего Заппо брал инструмент, по нотам играл свою собственную партию, отдавал инструмент и говорит, вот сделай так же. И ошеломленный классический музыкант, симфонический, с филармоническим опытом большим, брал инструмент, пытался повторить и повторял в конце концов спустя, там, пройдя, слив с себя семь потов. Ну, что здесь такое? Здесь, во-первых, список музыкантов вполне достойный. Фрэнк Заппо понятно. Джордж Дюк – великолепнейший вокалист и клавишник. Музыкант с большой буквы. Как вокалист он здесь блеснул в полный рост. Наполеон Марфи Брок, Честер Томпсон ударные, если кто знает, да, Честера Томпсона. Честерс Горилла здесь есть фраза в тексте. Горилла Честера. Том Фовлер, Рут Андервуд. Великолепная перкуссионистка. Мировая величина в этом смысле. Музыкант с большой буквы. Джонни Гитар Ватсон. Джеймс Берплекс Йомран. И Bloodshot Rolling Red. Гармоника. Также здесь местами появляется еще один наш знакомый. Каптен Бифхард. Тоже играющий на гармонике. Bloodshot Rolling Red. Inca Roads. Первая вещь. Классическая. Совершенно. Не назвать даже песней. А маленькая симфоническая такая поэма. Которая начинается со странных. очень, но очень роковых. И очень затягивающих. И затягивающих. И таких динамичных фраз. С синтезаторными полетами Джорджа Дюка. Вот эти вот. Он обожает эти штуки. Синтезаторы. У него через альбом. Просто через пьесу у Джорджа Дюка. Вот эти вот. Ветры дуют. Вот. И. Безумно сложные вокальные мелодии. Как это написано. Как это придумано. Как это выстроено. Какие-то оперные построения просто. Которые прерываются фантастическим гитарным соло. Соло взято из концертной записи в городе Хельсинки. Вырезано. И вставлено сюда. Вставлено так. Что никаких швов. Ничего нет. Никто бы. Если не прочитать этого. То никогда не догадаешься. Не догадаешься. Что соло сыграно на концерте. И соло такое. Классическое. Такое. Просто школьное. В хорошем смысле этого слова. Для учебников электрических гитаристов. Стив Вай восторгался игрой Фрэнка Заппа. И считал его своим. И считал его своим учителем. А также. Ну. Я не знаю. Количество гитаристов. Которые. Учились на музыке Фрэнка Заппа. Их не перечесть. Там. Начиная от Стива Вая и Эдриана Белью. И дальше. 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 Удивительная. Конечно. Вещь. И вот это соло. Чудесное. Опять переходит в многоголосое пение. Очень странное. Очень оперное. По-хорошему. Но. На. Но. В структуре рок-н-ролла. В структуре рок-музыки. Вот это оперное построение. Вокальное. Следующая вещь. Кэнф 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 Форно Шуз. Та-ру-ру-т. Та-ру-т. 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 Гитара с фузом. С едким. Откровен. Такое. Околоблюзовое начало. И дальше. Понеслись. Опять. Вот эти. Вокальные. Сложности. Сложные. Такие. Штучки. Поджама. Пипл. Пришел фанк. Здрасте. Давно не виделись. Но фанк. Тяжелороковый. Такой. Тяжелороковый. Опять-таки. Закрученный. Опять-таки. Полный сюрпризов. Полный неожиданностей. Флорентин Поджин. Песня, где присутствует Кэптон Бифхард. И не зря. Потому что сумасшествие этой музыки, оно полностью соответствует сумасшествию Кэптона Бифхарда. Очень красиво. Очень едко. Очень с юмором. Очень цинично. И очень музыкально. Очень здорово. Эвелин и Марифайл Даг. Фортепьянные разливы Джорджа Дюка. И Сан Бердино. Около блюза. Около фанка. Около симфонической музыки. Около джаза. И все это вместе. И все это заппа. И все это музыка, от которой не оторваться просто. И, конечно, не побоюсь этого слова, Энди. Вершина, пик этого альбома. Мы смеялись с другом Вальдемаром над этой песней. Потому что здесь в одной песне, в одной этой пьесе сыграна вся музыка мира. Включая советскую эстраду. Там есть такой кусочек фортепьянный, который играет Джордж Дюк. Какие-то были советские песни, где один в один вот такие были фортепьянные штуки. Послушайте, вы увидите и услышите вот эти кусочки. Это так смешно, так здорово. Но при этом это монолитное произведение, цельное, не состоящее из кирпичиков, из кусочков. А оно естественным образом развивается с таким удивительным стоп-тайпом, где остается барабан. Крик этот, Энди, Энди, Джордж Дюк включается. То есть такой драйв, такой сумасшедший кач здесь. Я не знаю, какая-нибудь хард-друг группа никогда в жизни не добивалась такого кача. Какая-нибудь, никакая, я могу сказать, никакая хард-друг группа такого кача, такого драйва никогда в жизни не добивалась такого свинга, такой раскачки. Так эта штука качает. Ну и софа номер два. Заключительное полотно, спетое Заппой на немецком языке. Если меня спросят Алексей, назовите свою любимую оперную арию. Я скажу, хорошо. Софа номер два, Фрэнк Заппа. Песня про диван. Вот про этот. На немецком языке. Мощно спето. В чистом виде оперная ария. Но такая роковая, тяжелая, грандиозная, с улетающим синтезатором Джорджа Дюка. С наваливающимся на тебя, просто вот этим синтезаторно-гитарным барабанно-басовым звуком, духовыми перкуссиями. И немецкий вокалист Фрэнка Заппа. Это, ребята, это неописуемо. Это просто неописуемо. Это космос. Это действительно один из лучших альбомов рок-музыки, наверное, из всех записанных за определенный период времени. Пошел пить. Пока. Однако.